Всем привет! Привет! Вы на канале Рестайл Студио. Мы завершаем наше путешествие в Париж. И мы не без покупок в этот раз и хотим, как и всегда, и хотим показать самое интересное, что нам удалось найти, что нам удалось купить вам и, может быть, сделать какие-то подсказки по шоппингу в Париже. Ну и давайте начинать. Мы как поступим? Будем в перемешку говорить? Давай в перемешку. Да, вот к какому пакету? Ну, потом мы приступим, конечно, к самому основному. На эту поездку я поставила себе цель купить для меня базовые ботинки на плоском ходу, без каблука, в общем, чтобы мне было максимально комфортно и удобно. И я нашла ботинки. Я, кстати, долго очень примеряла, долго выбирала бренд Proenza Schoolery. Ну, вот мои ботинки. Они на самом деле достаточно простые. Единственное, они хорошо подошли мне, как я считаю, потому что некоторые модели для меня слишком высокие, это не очень красиво смотрится на моих ногах, либо слишком грубые, это тоже не очень красиво смотрится на моих ногах. По мне, так я нашла оптимальный баланс и вот этой грубости как раз в этих ботинках. И для меня все-таки среди ботинок, которые немножко такой стилистики Доктор Мартинс, они достаточно аккуратные. Я хотела сказать, что они вдохновлены Мартинсами, но при этом более элегантные, более... Менее молодежные, что ли? Да. Мы были в Outlet, La Valla Village, и мы походили, поизучали, поснимали видео, и я уехала, собственно говоря, оттуда с покупочкой. А это пальто в Атагвере. У него очень красивый цвет, и, конечно, это пальто невероятно мягкое. Оно с кашельем, да? Да, это 100% кашельем. Оно очень интересное по фасону, оно как оверсайзное на спине и завязывается поясом впереди. Смотрится очень интересно. Скидка на него была 50%. Перейдем к следующему магазину. На самом деле у меня есть история относительно этого магазина. Я за ним наблюдаю уже несколько месяцев. Называется он Franky Shop. Или Franky Shop. Очень много блогеров зарубежных, как раз-таки они сотрудничают с этим магазином, и я часто видела луки из этого магазина. Мне, в общем, очень нравится их эстетика. И в то время, пока мы здесь, у них был корнер в принтаме. Мы зашли один раз туда, и потом еще отдельно съездили в сам магазин. Отличается он тем, что у них есть, я так понимаю, своя марка, плюс еще дополнительные какие-то бренды. Nanushka, BFAR, GANI. Да, это вот то, что там тоже можно встретить. В общем, такой среднеценный сегмент, но вещи вполне достойные. Первое, что я приобрела, это вот такой пиджак, жакетом его не назовешь. Он очень такой оверсайзный. И мне безумно понравился цвет. Как он? Дельфинчик. Да, как дельфинчик. Это какой-то корейский бренд. Тоже корейские бренды в Franky Shop представлены. Мне очень понравилась как раз-таки его посадка, что он такой прям большой и свободный. Люблю за это корейские бренды, за их жакеты бесконечно. И я приобрела еще один жакет. И на самом деле я его присмотрела заранее на сайте. И была очень рада тому, что он как раз-таки там есть. Наверное, вы знаете, что сейчас актуальны приталенные жакеты. И вот он как раз-таки один из них. Вот так вот и выглядит. Но самое интересное, это, конечно, что он очень хорошо держит форму. И задает даже некий такой дополнительный объем на бедрах. На мой взгляд, получается очень красивый силуэт. Немножко в стилистике даже бренда Dior, я бы сказала. Также в Friend Shop я приобрела сумку. Я уже говорила о том, что там представлен бренд ByFar в том числе. Я приобрела их сумку-малышку. Мне очень нравится. Именно в ByFar я увидела цвет, который давно хотела. Такой приглушенный зеленый. Мне кажется, он достаточно базовый, будет ко всему подходить. И хорошо будет сочетаться со своими новыми покупками. Когда я увидела эту сумку на витрине, она мне очень понравилась. Но дело в том, что на ручке я сразу заметила небольшую-небольшую потертость. Не знаю, даже будет здесь вам видно или нет. Но, в общем, тут совсем незначительная такая... Даже это царапина не назовешь. Я попросила принести мне другую модель по этой причине. Но они сказали, что это последняя сумка. И благодаря тому, что я обратила на это внимание, они сделали скидку 10%. Ну, что тоже приятно, потому что на самом деле это абсолютно не видно. Вот. Но мне кажется, сумочка очень аккуратная. Телефон помещается. Это уже плюс. У меня тоже есть пара покупочек из Фрэнкишопа. Я искала себе какой-нибудь классный оверсайзный тренч. Но все, которые я находила, они были либо недостаточно оверсайзные, либо, поскольку я достаточно небольшого роста, они у меня все очень длинные. А, честное слово, ушивать тренч какого-нибудь бренда премиум-сегмента мне не хочется дополнительно в ателье. Поэтому я искала что-то, что изначально мне хорошо подойдет. И здесь всегда спасают, кстати, корейские бренды. Он объемный, у него интересные объемные рукава, достаточно широкий лацканый, интересные плечевые детали. Абсолютно базовый, удачный цвет. Покупка на 100%, когда я его надела, я поняла, что это то, что нужно. Сошлось все. Объем рукавов, длина. Также я приобрела шерстяной костюм. Я давно хотела что-то подобное. Немного расслабленное, но не совсем спортивное. И чтобы вещи можно было носить отдельно. Объемная достаточно рубашка. У нее невероятно красивые, шикарные рукава. Не уверена, кстати, что это шерсть, но сделан он под такие шерстяные костюмы. Район и полиэстер. Умничка. Шикарная шерсть. И к нему также брюки на резинке. Достаточно комфортные, удобные, расслабленные. Я планирую носить это с каблуками. Редко, когда у меня будет настроение. В основном с кедами, кроссовками, с казаками. Я думаю, что шикарно он будет выглядеть. Этой покупкой я супер довольна. И еще мне дико нравится этот цвет. Он какой-то не слишком хаки, не слишком холодный, не слишком теплый. Очень удачный базовый, но при этом интересный. Я даже в принтами купила еще корнеры, пренкишот. Ну, скорее даже бермуда, а не выше колена. Ну, где-то по колену. Бермуды из эко-кожи. Я давно смотрела что-то подобное. Это бренд Stage. Они отлично сели, у них прекрасный цвет. И если говорить про такие свободные варианты брюк или шорт, то эко-кожа здесь отлично работает и смотрится не хуже натуральной. Мне удалось еще приобрести несколько вещей в местных брендах. Я знаю, кстати, это читается по-французски. Если что, по-французски. Ну, мы напишем. И это кожаные брюки. На самом деле, тоже у меня была одна большая цель на эту поездку. Приобрести кожаные брюки. Максимально базовые. Честно, я ищу максимально эко-кожу. Я стараюсь найти бренды из эко-кожи. Но дело в том, что на меня просто не садятся. Я меряю очень много. И... Такой-то оттенок. Кстати, мне в магазине кажется, что он синий. Здесь он... Он на камере, он синий. В комнате он другой. В комнате он серый. В целом, это брюки. Те, которые на меня удачно сели. Это для меня уже большой плюс. Ну, собственно говоря, когда мы их нашли, мы не знали, кожа это не кожа. Просто решили примерить. Оказалось, что это натуральная кожа. Почему натуральная кожа у нее достаточно комфортная цена какая-то была. Да, они стоили 395 евро. Но я так понимаю, этот бренд недорогой достаточно. Может быть, средний сегмент. Я хочу заметить еще этот факт, что я достаточно капризна в выборе одежды. Потому что мне то жарко, мне то неприятно, мне то колется, мне то душно, еще что-то. В общем, это то, что мне подошло. Для меня это большая редкость, когда вещь совпадает по всем параметрам. На самом деле, я считаю, что чем более ты избирательна в покупке одежды, тем больше идеальных вещей оказывается в гардеробе. Да, если ты их находишь. Если ты их находишь, да, одинаковый. Бренд, который в России был представлен, это Тара Жермон. Я думаю, что это... Сейчас нет? Сейчас, по-моему, нет. Там есть спорные вещи, но почему-то к нам заводят именно эти спорные вещи. Хотя там есть, на самом деле, очень крутые. И вот мы проходили, собственно говоря, ничего от него не ожидали. От корнера Тара Жермон. Но в глаза мне бросился вот этот прекрасный красавец. Не то куртка, не то жакет. Он с такого притального силуэта, со шнурком на талии, с крупными объемными карманами. Это натуральная кожа. Он очень комфортный у него. Такие интересные рукава, декор. То есть, в нем как-то вот все сошлось. Он смотрится и достаточно актуально. При этом он довольно базовый, легко сочетаемый. Я этой покупкой довольна на 100%. Я опять не вижу. Он тоже, по-моему, стоил в районе 400 евро. Да, что-то такое. Кстати, в России он и стоит дороже. То есть, это и цена выше, и хуже подборка. Если вы будете в Париже и также смотрите, ну, как бы, Тара Жермон, то точно нет, зайдите, посмотрите. Потому что есть очень классные, очень крутые вещи, которые просто в наших подборках не представлены. Так, и у меня есть еще один костюм от французского бренда. И, как там сказал консультант в магазине, что это бренд, опять же, какого-то блогера. Я взяла этот костюм как раз-таки потому, что он невероятно приятный к телу. Приятная очень цветовая гамма. Здесь буковки М изображены, что, в принципе, для меня достаточно актуально. Ну, по сути, прямая рубашка. И юбка тоже такого летящего силуэта. И это вискоза. Вискоза – самый невероятный материал для меня, потому что он мне никакого дискомфорта не причиняет. Вот, так что я этим очень довольна и думаю, что буду часто его носить. Особенно в сезон, когда будет теплее. Сейчас планирую надеть его с бордовыми сапогами. Мне тоже, кажется, будет смотреться очень интересно. Ну, костюм можно стилизовать. Просто чуть больше нужно подключать умение сочетать. То есть он хорошо. Так что это достаточно невероятная вещь. Первое, во что мы зарулили, когда приехали в Париж, в бренд Art Basic. Я надеюсь, хотя бы это я читаю правильно. Мне кажется, те, кто знает французский, это видео просто какое-то... А, как из ушей. Да, Art Basic. И здорово в этом бренде то, что... То, что Basic, это правда, они не брут. Да, они много базовых вещей. Как раз на базе. Вообще, на что у меня упал глаз. Это вот такие блузы, у них шикарные в горошек. Вот тут все как надо. Она не слишком объемная, не слишком... Ну, притальная, по-моему, это полиэстер. Ну, приятная. Да. Она не слишком объемная, не слишком притальная, не слишком экстравагантная, не слишком простая. То есть за счет того, что у нее вот это достаточно спокойный банк, она смотрится очень круто. И к ней я тоже захотела приобрести юбку. Можно носить в комплекте, можно разбивать из той же абсолютно ткани. Так же... Такая же абсолютно, как горошек, только черная с таким же бантом. И вот мне кажется, она немножко другая по ощущениям. Но не удивлюсь, если это тоже стопроцентный полиэстер. И я очень долго искала себе комбинацию. На меня они катастрофически не садятся. У меня сложная достаточно верхняя часть. А вот эта комбинашка на меня села просто шикарно. Здесь сошлось все. Несмотря на то, что бретели не регулируются, они идеально мне подошли. И для меня вообще это просто супер находка, потому что это, наверное, первая комбинация в жизни, которую я надела, и которая смотрится хорошо как с бюстгальтером, так и без него. Не знаю, нужна ли вам эта информация, но я поделюсь, потому что это важно для меня. Закончили. Короче, мы с парижскими брендами. У меня еще из принта у меня есть костюм. Я знаю про бренд Питар Петров. Питар Петров, что называется? Питар Петров. Потому что он есть на это порте, и я часто использую его прекрасные, красивые вещи в коллажах. В общем, это мое было первое знакомство именно в качестве примера с брендом Питар Петров. И я могу сказать, что он так же прекрасен, насколько и выглядит на это порте. Это был порнер Мария Луиза. Там классные бренды собраны. У них Жак Нью, Эвейк. В общем, что-то очень интересное, такое достаточно современное. Очень современное, да. Это верхняя часть. Мне очень нравится у него цвет. Он рыжее выглядит, но так вот он мне какую-то жженую карамель, что ли, напоминает. Он чуть более приглушенный. Он двубортный, с подплечниками. У него немножечко расширено плечо. При этом он не слишком объемный, он не оверсайзный, наверное, по размеру. И мои красавцы к нему идут внизу. Брюки-бананы, которые... У них как-то так вот здесь все интересно сшито. Какие-то загибы, еще что-то, чтобы это лучше смотрелось на фигуре. Ну и, наверное, мы решили, что это лучшие брюки-бананы, которые мы видели за последнее время. Они невероятно красивые. Это болгарский дизайнер, хотя производство у них в Вене. И вообще, ну, как бы считается, что это венский бренд. Сто процентов шерсть. Попливый. Ну, мягкий достаточно. Ну, то есть он вообще не пользуется. Как я уже говорила, я стараюсь искать вещи из эко-кожи. И, в принципе, я готова даже за эко-кожи заплатить хорошие деньги, если она на меня усядет. И поскольку я знала, что лучший бренд с эко-кожи это Стелла Маккартни, я, конечно же, пошла туда в поисках тоже каких-то кожаных низов. Пока ты распаковываешь, я расскажу. Мы приходим в корнир Стелла Маккартни и говорим, «Здравствуйте, у вас есть кожаные шорты?» Они нас так смотрят. «Fake Leisure Shorts». Мы говорим, «Ес». Они вообще сконцентрированы на том, что это эко-френдли бренд. И у них нет ни обуви, ни сумок. У них из натуральной кожи. У них все из эко-кожи. В общем, я купила шорты из эко-кожи, которые для меня оказались дороже, чем бренды... Чем брюки из кожи. Чем брюки из кожи. Но зато они сели хорошо. Зато они сели хорошо, да. Примерять я их не буду, если честно, потому что я не купила колготки. Да, и это, конечно, шорты под колготки. Так. Вот так они выглядят. И на самом деле достаточно базовые, даже несмотря на эти пуговки. Но именно благодаря вот этим кнопкам на мне они хорошо и себя. Дальше мы пошипались немножко в Луи Витоне. Ну, кстати, мы отхватили вещи, которые очень сложно отхватить и которых практически никогда не бывает в наличии. Когда мы покупали, делали покупку Алины, то на левом берегу, в торговом центре, это было все гораздо лучше организовано, потому что они проверяют по базе, и вы не стоите. Если этой вещи нет, это разгружает все, это так классно. Если вы интересовались... Пожалуйста, делайте так, если вы смотрите... Представьте, Луи Витон. Да, если вы интересовались брендом Луи Витон, где-то в Европе особенно, то вы могли столкнуться с тем, что это всегда жуткие очереди, всегда нужно отстоять, прежде чем просто спросить, если нужно... Луи Витон и Гуча, да, это просто безумие. Ну, в Париже, конечно, огромные очереди, на Елисейском поле мы даже решили, что нет. Я недавно задумала, что я хочу купить эту вещицу. Очень надеялась, но не сильно рассчитывала, что она здесь будет. И мне действительно, когда консультант подошла к нам, и я ей показала то, что я хочу эту сумку, она сказала, ууу, вам очень повезло, их не бывает обычно. Вот такая крошка, кнопка, маленькая сумочка. На плечо. Мне очень хотелось именно ее. Она, в общем-то, несложная, мне кажется, это одна из самых бюджетных сумок. Она стоила 400 евро. Кстати, она в России, в бутике стоит почти на 10 тысяч дороже рублей. В общем, такая крошка, малышка, планирую носить ее, как-то украшать своим образом. У меня в бренде Луи Витон покупка аксессуаров. Я давно хотела сережки, именно эти, я их давно искала. И тоже поставила себе цель купить их в Париже, но их не было, когда мы покупали на месте сумку. Их не было в наличии. Они с разной вариацией, но конкретно этих вечно нигде нет. Да, я просто поняла, что для меня это будет хорошая модель базовых каких-то сереж, которые будут подходить ко всему. и, к счастью, мы нашли их на левом берегу. Он, как и Настя, говорит, что все было очень хорошо организовано. Вот они, одна сережка с лого, и вторая тоже с привычным для них, что это цветок. И, мне кажется, они очень базовые. Давайте надеть. Ну, и я дальше, наверное, продолжу с темой сережек, потому что я сделала одну покупку в винтажном магазине. Как-то у нас в этот раз с винтажем не так сильно хорошо пошла история. Здесь есть определенная просто специфика, и вам нужно конкретно понимать, что вы хотите, чтобы в Париже ваш романг стал удачным. Так что, если не смотрели, вернитесь к этому видео. И в... В магазине... В Валуа Винтаж. Это слово я знаю, потому что я читала «Проклятых королей». Я купила сережки в Шанэ. Я давно хотела именно «Жемчужинка», и там я увидела, они тоже очень базовые, очень аккуратные. У меня уже есть просто лого, такие они сини-серые, а это уже «Жемчужинка». Порядка 300, по-моему, евро. Да, 300, что-то такое было. Ну, в общем, нельзя сказать, что это как-то супердешево, если что. Здесь винтаж не дешевле, нет, просто здесь можно найти крутые вещи. Ощущение, что я в Диоре купила манекен. целиком. Давайте начнем с этого огромного пакета, который вот можно вот так вот просто сделать. Уважаемые представители бренда Диор, почему вы не делаете для специфичных товаров специфичные коробки? Коробка тоже достаточно внушительная, не такая, как пакет уже. Это как матрешка, мы все распаковываем, а там окажется подвесочка маленькая. На самом деле, не совсем. Я вообще не планировала делать эту покупку, но очаровательная парижанка, супер стильно одетая, на ней была эта вещь. И я увидела и подумала, надо примерить, как это может смотреться не только в каком-то таком расхлябном, расслабленном или традиционно Диоровском стиле, а у нее вот это было вот в том балансе, который я люблю в одежде. В общем, это на самом деле коробка для сумки. А купила я панаму, панаму. Я мерила в манго, в манго она тоже была крутая, но, конечно, это абсолютно разные ощущения, это абсолютно разная ткань, и это просто не смогла без нее уйти. Я мерила, я думала, это была не стихийная покраска. Кажется, мы пять раз заходили в Диорк. Да, планирую носить с тренчем, с кожаными куртками, хорошо должно смотреться, с пальто. В общем, она настолько какая-то, ну, достаточно универсальная, интересная, и я обычно... Я просто жеки там даже может быть. Да, 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 и я такие... Да, сезон будет, конечно. Мне в этот раз захотелось каких-то покупок больше знаковых для модных домов, вот это сумка Louis Vuitton, это шляпа, еще у меня есть, кстати, покупка тоже из этой же истории, это бренд Paco Rabanne. Если знаете, бренд Paco Rabanne, он отличается тем, что он в 60-х годах поддержал тему и вообще задавал тренды и поддержал тему полетов на Луну, всю эту тему футуризма, которая зарождалась, стиля футуризм, и он создавал вещи из... их называли в прессе вещи из болтов и плоскогубцев, и он создавал вещи из металлических пластин, и вот сейчас... Ну, бренд Paco Rabanne, он такой сейчас не супер популярный, но вот они воссоздали эти сумочки, эта сумочка отмечает в этом году 50-летний юбилей, и вот у них юбилейная коллекция. Конечно, они не 100% копии, но они очень похожи. Есть разный размер этих сумок, огромная просто вариация, но вот как-то пока я все примеряла, мне все сумки приносили, мы остановились на том, что вот эта маленькая сумочка, как кошелечек, она самая изящная. Этот градиент и переход света, он, конечно, просто потрясающий выглядит, и ее можно вот просто как социар использовать. Я приобрела себе сумку, достаточно базовую, я в прошлую свою поездку в Париж ровно год назад приобрела свою базовую сумку Dior, которую проносила весь год, и надеюсь, эту сумку ждет даже лучше. Я, кстати, хочу сказать, что ты же показывала Dior, да? Да. В покупках она, ты ее носишь настолько часто, но она выглядит точно так же хорошо. вообще ничего не происходит. И выглядит она вот так. Это пазлбэк, средний размер. Ну, это очень красивый цвет. нам надо в принтам. Они не сняли защиту. Лаева была вообще отвратительная. Там отвратительная. Ну, мы практически заставили их прийти на кассу и так и быть, они нас рассчитали. Но самая жесть произошла с Tax-Free. У нас не было с собой паспортов, а в принтам и в Lafayette там автоматическое получение Tax-Free через терминал и там нужен паспорт. Очень удобно, но нужен физический паспорт. И мы говорим, у нас нет с собой самих паспортов. Можем ли мы прийти на следующий день и оформить? Они нам говорят, да, без проблем. Конечно! Вообще никаких сложностей. Мы приходим оформлять на следующий, подходим туда на стойки и девушки, которые там помогают оформлять, ха, у вас же старые джеки! Они такие смешные. А мы говорим, ну, нам сказали, что можно. Они говорят, да, конечно же нет! Но больше всего мне неприятно, что мы не сняли защиту и в свой последний день я должна опять идти в этот принтам с этой сумкой. В общем, мне это дико раздражает. Переходим к следующей покупке. Это РМС. И я, как планировала, я думала, что я еще, у меня есть парочка планов на сумок, а потом я займусь вопросом покупки Келли. Но, я не хотела, я сразу скажу, я не готова стоять в листе ожидания, покупать. Я не готова к этим всем предварительным ласкам, которые хочет РМС, когда ты должен прийти. Сначала у тебя должна быть хорошая история покупок. Мне не подходит там обувь. Мне не очень нравится стилистика этого бряна. В принципе, кроме сумок определенных мне не нравится там ничего. Вот, но... Арина говорит, а то мы зайдем, мы РМС спросим, а вдруг у них есть Келли. Я говорю, давай. Мы знаем, потому что это было на левом берегу и я думаю, тут, наверное, чуть меньше туристов. На самом деле, нам сказали, что вы приходите завтра, в 10.30 магазин открывается, придите за час, займите очередь и сумки мы продаем, если есть в наличии то, что вы хотите, первым людям в очереди, на которых хватает. В 9 утра я была у бутика, полтора часа до открытия, уже люди стояли под дождем, стоят люди, очередь потом стала просто огромной, она уже заходила за угол, я стояла где-то 9-10 в очереди и все эти люди стояли для того, чтобы узнать о возможности купить сумку. В общем, я подошла к консультанту и он меня спросил, какую сумку вы хотите? Я говорю, я хочу хирбэк, либо я хочу какую-то базовую, коричневую, бежевую, карамельную, либо черную, мне очень понравилось черное. И он говорит, а если не будет ту, и размер 31, он говорит, а если не будет ту, которую вы хотели? Я говорю, тогда килли, маленькую, в лаке, черную, или рыжую, или голубую, это самое редкое, чтобы вы понимали. И он говорит, окей. И он сразу же взял у меня паспорт, говорит, пожалуйста, дайте мне свой паспорт, если поедете, берите паспорт, без паспорта вам ничего не придадут. Пошел смотреть мою историю покупок и сказал мне, все же, а, и он меня спросил, а какие цвета вы точно не хотите? Я говорю, я не хочу, если говорить про хирбэк. Голубой, зеленый и розовый. И он мне говорит, у нас одна хирбэк, но она голубая. Кстати, чтобы вы понимали, всех заводят в кабинки и вы не видите, кто какие сумки смотрит. Все кабинки были заняты, и там он мне открывает, тут у нее подушка, смотри, она подушки внутри. Показывает мне эту крошку, и я понимаю, что это не тот голубой, который мне не понравился. Я очень рада, что он мне ее вынес, потому что она тут ярче, она в жизни чуть темнее, спокойнее, и у нее такой спокойный синий внизу и темно-синяя кожа сверху. И мне настолько... Я просто... Я улыбнулась, я говорю, это не тот синий, который я ожидала. Он говорит, ой, ну как бы хорошо. И на балконе там не было ни зеркал, ничего. Я говорю, ну, пофотографируйте меня тогда. Он меня пофотографировал, с этой сумкой, это было очень увлекательно. И он говорит, ну, вам нужно время подумать? Я говорю, нет, я все как бы для себя решила, я беру, мне нравится. Хотя, когда я стояла в очереди, я понимала, что, конечно, эта очередь способствует тому, что вы возьмете уже, вы себя готовите морально, и вы возьмете, ну, вероятнее всего, вы купите, если у вас такая возможность есть. В общем, херрбэк, по крайней мере, без вейтинг-листа, абсолютно легко заходы в магазин. Ну, как бы, я лучше потрачу 2 часа в очереди, чем я буду ждать очень долго возможности, когда же мне надо купить сумку. И то, они редко приходят именно такие, какие вы хотите. Это, ну, должен быть какой-то уже, там, ваш десятый заход в бутик. В общем, я на самом деле очень довольна, она еще оказалась дешевле, чем черная. Черная 2 200 стоила, я рассчитывала на эту сумму. А она стоила 1800 евро, плюс я еще получу с нее 12% Акс-при. И... Ну, вообще, для бренда Hermès, где обычно сумки стоят около 10 лет. да, это, кстати, бюджетный вариант. Она внизу, она тканевая. Она расстегивается, вот как вся классика Hermès, можем поснимать с нее все лишнее. Внутри у нее косметичка, в которую можно что-то сложить. И что удобно, и что на всех сумках есть Hermès, почему все носят открытые, а потому что, ну, вот это вот долго застегивает эти хвостики. Здесь есть еще такой внешний кармашек. Она очень классная, в ней ничего экстраординарного, особенного нет. Она действительно текстильная, но мне она очень понравилась, и я действительно просто в восторге от этой покупки. Ну, опять-таки, Hermès, это с точки зрения инвестиций, это же неплохо, потому что на вторичном рынке Hermès стоит, ну, я никому не рада, стоит дороже. Вот, я супер довольна, все было достаточно просто, это абсолютно реально, как они принимают решения, кому что, это никому не известно. Возможно, если вы приходите за сумками более высокого ценного сегмента, за Келли, Биркин, начинайте с самых редких, с самых экзотических, и потом говорите, что как запасной вариант вы рассмотрите, какие-то другие, у вас так будет больше возможности получить то, что вы хотите. Ну что, мы показали наши покупки. Ну, а мы пошли паковать это все в чемодан, у нас переезд в отель, поставьте, пожалуйста, лайк, надеемся, видео вам было интересно, и, может быть, это даже полезно. Всем пока! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова